На телеканале САМПО ТВ 360 новости, в студии Анжела Маркевич. Здравствуйте, смотрите сегодня. Согом должно стать улучшение жизни жителей села. Они должны почувствовать улучшение, качественное улучшение жизни населения. Тогда, наверное, и ситуация в сельском хозяйстве будет меняться. Льготные ипотеки, благоустройство территорий и привлечение инвесторов в село. В Карелии стартует новая программа. Люди очень успокоены, не знают, что делать. Какова судьба дальше будет? Озеро и поселок в целом. В день единого приема граждан глава Карелии общался с жителями Муезерского района. В Петрозаводске впервые прошли соревнования по пляжному регби. Сохранение сельского населения и повышение его уровня жизни. Таковы главные задачи новой программы комплексного развития сельских территорий, рассчитанной на 2020-2025 годы. Сегодня, за полгода до старта программы, ее обсуждали депутаты Законодательного собрания Карелии в рамках правительственного часа. Светлана Воробьева расскажет подробнее. Программа, направленная на улучшение жизни населения, действует в России с 2003 года, напомнил министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов. В своем докладе перед депутатами он отметил, что республика сегодня работает по двум направлениям. Улучшению жилищных условий жителей села и получению грантов на благоустройство общественных территорий. За период действия программы 120 семей улучшили свои жилищные условия. 9 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию. В 2018 году 9 сельских поселений освоили гранты в размере 5,3 миллиона рублей. В основном это детские спортивные площадки. Задачи нынешней программы – сохранение численности сельского населения, повышение уровня его жизни и доли благоустроенного жилья в карельских деревнях и поселках. Среди конкретных мероприятий – поддержка индивидуального строительства с помощью доступной ипотеки, привлечение инвесторов в сельское хозяйство и, конечно, продолжение работы по улучшению инфраструктуры и благоустройству территорий. Участники правительственного часа новую программу оценили высоко. Так, уже сегодня у республиканского минсельхоза есть планы по строительству двух компактных поселков – в Медвежегорском и Олоницком районах, куда подведут необходимые коммуникации и где местные жители смогут построить благоустроенные индивидуальные дома. Готовится программа, чтобы житель села мог получить ипотеку по 3% годовых на 25 лет. Это, конечно, тоже здорово, хорошее подспорье. И главное – это работа. Она на селе должна быть и должна быть в современных условиях. В республиканском минсельхозе в этом направлении также готовы два проекта по строительству новых ферм – в Толвую и в Ветлозере. Итогом должно стать улучшение жизни жителей села. Они должны почувствовать качественное улучшение жизни на селе. Тогда, наверное, и ситуация в сельском хозяйстве будет меняться. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, САМПТО, 360. Муизерскую участковую больницу и общеобразовательную школу необходимо перевести на энергоэффективные технологии. Об этом говорил глава республики во время рабочей поездки в Муизерский район. Там он провел день единого приема граждан. С чем обращались жители к руководителю региона, расскажет Юлия Степанова. В день единого приема граждан 16 жителей Муизерского района обратились к Артуру Парфенчикову с вопросами на темы медицины, экологии, переселения из ветхого жилья, дошкольного образования, транспортной инфраструктуры, проведения интернета в отдаленные поселки. Елена Михайлова, жительница поселка Тикша, озвучила проблему, волнующую всех жителей района. В форелевом хозяйстве на озере Новинка новый хозяин возвел высокий забор, который мешает подъему на гору – одну из достопримечательностей поселка. Но главная беда – грубое вмешательство в экологию озера – нарушение правил утилизации отходов рыбного производства. В результате на запах тухлой рыбы из леса выходят хищники, а качество воды в озере ухудшилось. Вода загрязняется, шметки от этого озера, на озере от данного форелевого просто везде, особенно когда сильный-сильный ветер. Люди очень успокоены, они знают, что делать, какова судьба дальше будет – озеро и поселка в целом. Глава республики поручил Министерству сельского и рыбного хозяйства и Министерству природных ресурсов и экологии провести проверку. Еще одна жительница района Надежда Зинчук обратила внимание руководителя региона на отсутствие в Муизерской больнице пандусов и спецоборудования для транспортировки лежачих больных. Глава республики заверил – пандус будет установлен. Накануне Артур Парфенчиков посетил медицинское учреждение. На благоустройство территории больницы решено выделить миллион семьсот тысяч рублей. Кроме того, руководитель региона поручил провести ряд мероприятий по повышению энергоэффективности здания. Подобные уже проводятся в Муизерской школе. Здесь заменили все окна, а к началу нового отопительного сезона установят современные теплоузлы. Это позволит добиться существенной экономии. Новый теплоузел. Что он даст? Он даст автоматическую регуляцию. Вы будете его настраивать на вечернее время, на ночное время, на выходные. Понятно, что должен быть параметр. Понятно, что в восемь вечера в школе должно быть чуть холоднее, чем в восемь утра. Совершенно очевидно. Зданию Муизерской школы уже 60 лет. Здесь многое устарело. Поэтому в планах учреждения замена кровли, отделка пожаростойким утеплителем и внутренний ремонт. На встрече главы республики с активом района обсудили ремонт дороги Качкома-Муизерский, проблемы транспортной доступности и развития сельского хозяйства, в частности животноводства и выращивания и переработку ягод. Все вопросы, обсуждавшиеся с общественностью, будут поставлены на личный контроль главы Карелии. В Карелии участились случаи звонков от мошенников, которые представляются работниками банка. За последнее время жители республики перевели таким лжеработникам порядка 400 тысяч рублей. Среди них 70-летняя петрозаводчанка, которая подарила злоумышленникам 200 тысяч рублей. Сценарий таких звонков, как правило, похожий. Преступники сообщают о якобы подозрительной операции, которую клиенту нужно немедленно отменить. В Карельском отделении Национального банка нам предоставили аудиозапись одного из таких звонков и рассказали, что делать, если вас пытаются обмануть. Сегодня 7 числом, буквально 5 минут назад, была подана заявка через интернет-магазин на покупку дивана на 10 тысяч рублей. Подавал кто-либо такой платеж через интернет-магазин? Нет. Все разговоры в целях безопасности со специалистами сейчас записываются и передаются службой безопасности ваших банков. Так как данную транзакцию считаем незаконной. Также сейчас переведу вас на главного руководителя по отмене незаконного платежа. Хорошо. Алло, здравствуйте. Служба безопасности вас беспокоит. Финансовый контроль банка. Меня зовут Алена Дмитриевна. Мой идентификационный номер 4273. Сейчас мы будем отменять данный незаконный платеж, активировать вам карту. В режиме разговора удобно будет смотреть. СМС не отключается от специалиста. Я вам буду направлять по транзакции. Карту ВТБ, пожалуйста, в руки возьмите для селения информации. Ой, не могу. Почему не можете? Понимаете, что я вообще не пользуюсь услугами банков. У меня вообще ни одной карточки нет. Понятно. Ты меня расстроил. Я думала, у тебя сейчас тысяч на 200. Ты меня расстроил. Бывает, бывает. Ты так разводишь. Разводи кроликов. Ладно, давай, удачи тебе. Давай, давай. Давай, пока. Чаще всего мошенники звонят вечером или рано утром, когда человек не может быстро сориентироваться. Злоумышленники всегда говорят быстро, могут использовать профессиональные термины, обращаться к вам по имени-отчеству, называть несуществующие идентификационные номера, включать фоном звуки, который имитирует работу оживленного колл-центра. Все чаще мошенники стали использовать специальное программное обеспечение. Оно позволяет скрыть реальный номер звонящего и показывает телефон горячей линии банка. Приняв этот звонок, ни в коем случае не надо говорить никакой информации. Звонок надо сбросить, надо уточнить какой это банк, сбросить звонок и после этого перезвонить в банк по тому номеру, который указан на вашей карте. Причем номер обязательно надо набрать вручную, а не ответным звонком, иначе вы рискуете снова позвонить мошенникам. Имейте в виду, что банк не будет вам звонить в случае, если будет сомнительная операция. То есть ваша карта будет заблокирована и вам будет отправлено соответствующее уведомление. После этого вы свяжетесь сами должны с колл-центром банка и прояснить ситуацию по той или иной операции. Злоумышленники всегда пытаются узнать у своей жертвы информацию о карте, которую нельзя разглашать. Это трехзначный CVC или CVV-код, коды из СМС и ПИН-коды. Если вы добровольно сообщите преступникам эту информацию, то вернуть деньги через банк, скорее всего, уже не получится. Наталья Кузьмина, Владислав Будников, САМПО ТВ 360. Расписание самолетов из Москвы в Петрозаводск и обратно изменилось. В столице Карелии накрыли наркопритон, а приставы и полицейские вышли на поиски должников по административным штрафам. Об этом не только. Коротко. В Карелии начались совместные рейды судебных приставов и участковых. Всю неделю в ходе операции «Должник» будут выявлять граждан, не оплативших вовремя административные штрафы. Изменилось расписание авиарейсов на Москву. С 29 июня дважды в неделю самолеты из Москвы в Петрозаводск и обратно будут летать вечером. В остальные дни – утром и в обед. Сообщается, что осенью расписание полетов снова изменится. В Петрозаводске возбуждено уголовное дело о содержании наркопритона. Обвиняются двое петрозаводчан – 23-летняя девушка и 28-летний мужчина. В одной из квартир они сбывали запрещенные вещества своим знакомым непосредственно из рук в руки. Четыре управляющих компаний Петрозаводска до сих пор не приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Это проспект-сервис, проспект, новый порядок и ресурс. Председатель городского комитета ЖКХ намерена направить эту информацию в прокуратуру. Безымянному острову в составе Валаамского архипелага Ладожского озера присвоено имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Выпускник Державинского лицея Кирилл Кондратюк стал лауреатом межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России». Награду ему вручил полпредпрезидента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 22 июня в Петрозаводске у Вечного огня почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Карелия присоединилась ко всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». Из каждого региона нашей страны в солдатских кесетах привезут землю с воинских захоронений. Затем ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые будут храниться в историком-мемориальном комплексе строящегося храма Вооруженных сил России. Собранную землю с карельской земли в солдатский кесет поместил глава Республики Артур Парфенчиков и участник Великой Отечественной войны Константин Панов. В Петрозаводске проходят репетиции военно-исторического парада. Напомним, 29 июня в день города в 10 утра на центральной площади состоится парад, посвященный 75-летию освобождения карельской столицы от финской оккупации. В параде примет участие более 800 человек, более 30 единиц техники и 10 единиц авиации. По площади проследует боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны. Военные покажут танки Т-72, пушки на тягачах, будут представлены и современные образцы техники. Для петрозаводчан и гостей города сыграет оркестр Западного военного округа. Генеральная репетиция парада намечена на вечер 27 июня. В Петрозаводске сыграли в пляжной регби. Такие соревнования в республике проводятся впервые, но они имеют все шансы стать традиционными. Кто боролся за кубок Карельский песчаный берег, расскажет Марат Дожидаев. Суровый нрав карельского лета редко позволяет местным жителям появляться на пляже. Впрочем, эти выходные выдались исключительно теплыми. Отдыхающие смогли не только позагорать, но и побывать на открытии первого в Карелии турнира по пляжному регби. Кубок Карельского песчаного берега объявляется открытым. Для федерации это было довольно серьезное решение, потому что федерация регби республики Карелия довольно молодая. И всего-навсего второй год. Но они давно уже обратили на себя внимание, как серьезные ответственные люди. За кубок боролись команды из Петрозаводска, Архангельска, Мурманской области, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Команда из Карелии – дебютант. К своей подготовке подошла тщательно. В первую очередь это дебют, это большой шаг для команды, потому что команда молодая. Мы начали первую тренировку, у нас была проведена только 18 января в составе трех человек. И сейчас, грубо говоря, у нас будет такой срез того, чему мы научились, к чему мы пришли. Первым обладателем Кубка Карельского песчаного берега стала команда «Варяг» из Великого Новгорода. Карельские спортсмены призовое место не заняли, однако показали себя достойно в борьбе с более опытным противником. Марат Дожидаев, Сергей Беляев, Санкт-Петербург, 360. Где этим летом вы проведете свой отпуск? Этот вопрос мы задали подписчикам страницы нашего телеканала в соцсети ВКонтакте. Итоги опроса показали, что подавляющее большинство респондентов отдыхать будут в России. За границу поедут только 8% голосовавших. Около 15% отвечавших проведут отпуск на даче, и часть людей никуда не собирается уезжать. Были и такие, кто выбрал ответ «Я не устал». Сегодня вас ждет новый опрос. Его тему можно увидеть на странице ВКонтакте. И на сегодня это все новости. Всего вам доброго и оставайтесь с нами на САМПО ТВ 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин